Здравствуйте! Меня зовут Вадим Курамшин. Мы находимся в штабе Оргкомитета по регистрации Народной партии Ель-Тереки. С нами сегодня на пресс-конференции участвуют гости из города Алматы. Мадина Улановна Кукетаева, сидящая справа от меня, и Мамедова Виктория, также из города Алматы. Она является к тому же практикующим юристом. Кроме того, с нами принимают участие известный общественный деятель, член инициативной группы по созданию нашей партии АСКАД ОМА. Повестка нашей сегодняшней пресс-конференции – это первое происходящее событие в настоящее время в стенах Верховного суда Республики Казахстан, где люди требуют активного, я бы сказал, в своем выражении встречи лично с главой Верховного суда Жакипом Кожмановичем Асановым. И вторая повестка – это предстоящий митинг 25-го числа, на который выразили свои намерения прибывшие со всех регионов Казахстана люди, которые сейчас находятся в Верховном судье. Ну, обо всем по порядку. Слово предоставляется по первой повестке. Виктория, Виктория, вам слово. Дорогие уважаемые жители Верховного суда Республики Казахстан, я хочу сказать, что сподвигло наших граждан, которые сейчас находятся в здании Верховного суда, это не правосудные решения. То есть те решения, с которыми мы не согласны, это во-первых. Во-вторых, нас не допускают к третьей инстанции, к астационной инстанции. То есть нам на словах нам обещают одно, то есть мы приезжали, вот допустим, два года назад, 21-го, по-моему, ноября, был день открытых дверей. Все наши группы приезжали на прием к генеральному прокурору, и нас принимали судьи Верховного суда. Да, конкретно судьи рассматривали наши дела и говорили, что да, у вас есть нарушения, напишите сейчас к астационную жалобу, приложите документы, доказательства, и езжайте в Алматы, езжайте там в свои города, домой. Мы истребуем дела и рассмотрим. Что было сделано потом? Мы приехали домой, получили письма, отписки, где, допустим, есть такие моменты, что данное дело не подсудно к астационной инстанции, либо у вас нет оснований. В связи с этим мы опять вынуждены были приехать, допустим, 19 мая я приезжала опять с Алматы сюда. Была создана комиссия для нашей группы. В этой комиссии участвовали очень многие, вот список этих лиц, которые участвовали в этой комиссии. Также нас выслушали, сказали, что да, действительно, а у вас есть нарушения, напишите, приложите документы, езжайте в Алматы, мы истребуем дела и рассмотрим. И опять приехали мы домой, опять у нас отписка. Либо у вас дело не подсудно к астационной, либо нет оснований. Тогда зачем вы обещаете? Спрашивается, задаётся вопрос, зачем тогда вы обещаете, если вы не делаете этого? Вы, это вы своими движениями и своей вот этой практикой понудили людей опять бросить свои дома, семьи, приехать сюда и здесь ночевать. Без душа, без гигиены, без всего. Без завтрака, без обеда. Это не мы это решили сделать, а нас вы сподвигнули своими вот этими вот противозаконными действиями. Мы просим, мы ничего противозаконного не требуем. Мы просим, пусть нас примет сам глава, осанок. Мы требуем, чтобы он нас посадил, рассмотрел наши документы и тщательно, действительно рассмотрел их, пересмотрел эти судебные акты. Нам ничего не остаётся делать, как вот действительно оставаться ночевать здесь. А нас дома ждут дети. У многих нету мужей. Бросили детей непонятно кому. Активные попытки добиться личной встречи Осанова, это дело уже, как бы сказать, не новое. Два года, двумя годами ранее, лично я организовывал инициативу встречи с Жакипом Кажмановичем на предмет представления ему судебных актов, содержащих судебные, откровенные судебные ошибки, то есть из которых следует решение, что 2 плюс 2 равняется 5. Более того, Жакип Кажманович Осанов откликнулся и дал своё согласие. Была сформирована комиссия во главе с доктором юридических наук. У меня подробная информация имеется на социальных страницах. Была намечена дата. Мы провели работу по сбору с регионов, по изучению этих материалов. В том числе и отказан мне в амнистии, что прямое требование закона. Но в последний момент господин Жак Санов просто спрятался. Просто лишний раз нанёс удар, поверив в закон справедливость, тем людям, которые ему поверили. Из чего следует наша вторая повестка, о чём скажет уже Мадина Улановна. Мы в прямых эфирах, в социальных сетях, в фейсбуке озвучили, о том, что в связи с тем, что Осанов игнорирует просьбы народа выйти к нему, применять людей, в здании Верховного суда есть график приёма Осанова, где написано не реже одного раза в месяц и по мере необходимости. Однако, Осанов, я так думаю, судя по всему, не видит необходимости в том, что когда более 20 человек в сутки находятся в здании Верховного суда, просто с просьбой прийти к ним. И выслушать их просьбы, требования, то других доводов, как инициировать заявку на митинг санкционированный, у людей больше не возникает. Люди по 15 лет ходят и не могут попасть к Осанову. Знаете, такое ощущение, что это Бог, а не человек, которому невозможно попасть. А это всего лишь государственный служащик, который получает зарплату с наших налогов. И он должен выполнять свои обязанности, должностные, хотя бы, извините, раз в год человека принять. Человек, который потерял родственника, человек, который потерял члена семьи убитого, человек, у которого отняли имущество, человек, который столкнулся с беззаконним, у которого на руках есть неопровержимые доказательства, он должен их принять. И даже сам инициировать проверку и сам инициировать представление, не только по заявлению гражданина, а сам инициировать, это его полномочия. Но я что-то не видела ни одного случая, когда Осанов сам инициировал это. Понимаете? О чем это говорит? О том, что он просто безразличен к просьбам людей. В связи с этим мы инициируем подачу заявки на митинг, так как это очень затратно технически, по времени. И Ельтерги предложили свои услуги. Мы согласны воспользоваться ими, чтобы они технически оформили заявление в Акимат города Нур-Султана на митинге. И в случае согласования мы до 25-го будем ходить, призываем всех людей, которые с этим столкнулись, с незаконными решениями, потому что, я думаю, каждая семья с этим столкнулась, но не каждая семья решила идти до конца. Но вы же понимаете, если мы сейчас не решим эту проблему, завтра наши дети с этим точно не справятся. Мадина Уланна, простите, пожалуйста, что перебиваю. Это очень важный посыл вы сейчас озвучили, но как-то он дал крен немножко на лирику. Я правильно вас понял, что вы призываетесь всех наших единомышленников, то есть жертв судебного произвола, присоединиться к вашей инициативе и выйти 25-го числа на митинг в столице Казахстана. Да, но отслеживайте, пожалуйста, в СМИ. Мы будем смотреть на официальный ответ Акимата города Нур-Султав. И в случае согласования это будет как бы уже для организаторов, конечно, меньше риск. Завтра мы получили отказ от Акимата, и тогда митинг отменяется? Я думаю, что так как это решение коллегиальное, 25 человек, которые в Верховном суде сейчас сидят и ждут ответа Асанова о приеме, они не будут принимать решение, выйти или нет. Но мы просим весь народ поддержать нас. Спасибо. Теперь хотелось бы предоставить слово эксперту Аскару Амару, который знает эту проблему и видит пути кардинального решения, поскольку решение здесь только может быть кардинально. Это, по-моему, всем уже давно понятно. Вам слово. Спасибо. Здравствуйте. Что побудило людей прийти к представителю Верховного суда? Их 25 человек сейчас на сегодняшний день, которые буквально в смысле слова, как Конгресс США, оккупировали его и требуют свои законные права. Они не требуют того, чтобы их досрочно освободили или признали невином, но они требуют объективности. И в высшем месте в мире возмущает поведение господина Асанова, которые игнорируют законные требования граждан, которые пришли, требуют свои конституционные права и в силу своих служебных обязанностей Асанов должен иметь возможность выслушать не одного человека. Буквально сейчас инициативная группа пришла, которая требует свои законные права, выслушать и объективно принять меры. Виновные люди, невиновные, это уже будет решать суд. Все это принятая практика во всем цивилизованном мире. Но я считаю, что это, по сути дела, это следствие, а причина укроется буквально в следующем, другом. Не секрет, вот наши последние исследования, проведенные в рамках Ельтрега, показали, что доверие народа, доверие граждан Республики Казахстан в судебной власти находится на уровне ниже плинтуса. То есть почти 95% населения не доверяет судебной системе Республики Казахстан. Откуда это все сложилось? Это низкоморально-волевые качества наших судей, коррумпированность и зависимость судебной системы Республики Казахстан. Это знает каждый, буквально знает, любой человек, который сталкивается с судебной системой. Это, конечно, печально, но это факт. И я, когда узнал, что люди требуют встречи с Асаном, господин Карамшин просил встречи с ним в единицы. Я думаю, что здесь встреча должна быть не с председателем Верховного Суда, а должна быть встреча президента Республики Казахстана с председателем Верховного Суда Республики Казахстана. Дела в нашей судебной системе находятся, я еще раз повторяю, в критическом состоянии. Недоверие нашего народа, вот сегодня это буквально еще искорка, это небольшая искорка того возмущения, которое сейчас испытывает народ в отношении не только к судебной власти, автоматически это переходит и на всю власть, которая находится в Республике Казахстан. Пути решения сейчас нужно привлечь, максимально я считаю, что господин Асанов должен уйти в отставку, это необходимо, это для того, чтобы сейчас сбавить градусы напряжения, это необходимо, срочно необходима отставка господина Асанова. Действительно, сейчас судебная система должна быть выбрана судебной системой. Да, я понимаю, что мы сейчас находимся на стадии становления демократического государства, прошло всего лишь 30 лет. Но мы должны эти проблемы решать уже, решать, потому что мировое сообщество обращает на это пристальное внимание. Не случайно по этике наши судебные корпусы поставлены отрицательные оценки. Вы это знаете, международные организации ставят это. Наши решения не признаются международными организациями или другими странами. Мы намерены пройти процедуру заявки разрешения на митинг. Мы не хулиганы, мы не призываем на противозаконные действия. На этом наше мероприятие заканчивается. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok